Девушки отдыхают Янта, есть вкусно! Всем привет! Это проект «Восемь вкусов» — совместная программа 8-го канала и журнала «Зеов». Сегодня мы в гостях у «Зе Гриль», а у нас в гостях игроки хоккейного клуба «Адмирал» Александр Осипов и Юрий Козловский. Гриль-бар «Зе Гриль» предлагает своим посетителям окунуться в атмосферу вкусной еды и прохладных напитков. Здесь возможно встретиться с друзьями под негромкую музыку и хорошо провести время. Ароматное лакомство всегда радует глаз, сочетая в себе яркий фейерверк вкусов. Ведь еда здесь готовится на открытом огне. Вы настоящий фанат жареного мяса, рыбы или морепродуктов? Тогда вам «Взе Гриль». Первый вопрос, который меня интересует, как ведущего кулинарного проекта, у хоккеистов есть какая-то спортивная диета? Я думаю, в основном все следят сами, как бы все предоставлены сами себе в этом вопросе, но все равно у нас есть ответственность. Мы должны следить за своим весом, чтобы это нам не мешало, естественно. Если тебе нужна помощь, тебе, конечно, в команде доктора и так далее помогут с диетой, если ты задашь ему вопрос. А так вообще вы какие продукты любите кушать? Вредные, невредные? Какие блюда? Все ядны, так, под настроение, но пошалить иногда с едой тоже хочется и где-то фасудик закинуть. Это тоже, как и мы, все остальные люди, тоже не только зациклены на правильное питание. Все равно есть какие-то рамки, которых мы стараемся придерживаться. Ну, сегодня в рамках нашего проекта, я так думаю, то, что мы пошалим, попробуем что-то новое. Ну, а пока наш повар Антон Терентьев приготовил для вас вот такие вот замечательные бутерброды. Я предлагаю вам прямо сейчас их попробовать и рассказать, насколько это вкусно. Выглядит отлично, я думаю. Да, суперски. А я попробую это уже после. Ну, а пока ребята пробуют и наслаждаются бутербродами, смотрите видеорецепт от бренд-шефа ресторана «Навик» Антона Терентьева. Сегодня мы будем готовить с вами смори-брод, открытый бутерброд. Для начала нам нужно с вами подготовить краб. Краб уже был филирован. Далее мы сюда добавим отварное яйцо. Режем свободно. Крупно порезали. Добавим немножко горошка. Ложки три будет достаточно. Немножко шпината. Добавим майонез, который у нас будет все это дело связывать. Я думаю, ложечку хватит. Потом посмотрим, что еще добавим. Основная масса у нас готова. Бутерброды. Это краб, яйцо, зеленый горох и шпинат. Хлеб мы предварительно обжарили. И аккуратно выкладываем на наш тост нашу массу продукта. Сверху декорируем. Все, блюдо у нас готово для того, чтобы подавать его на стол. Антон, расскажи, что сегодня мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить филе лосося на гриле с глазированным азиатским соусом и тыквенным пюре с добавлением кокосового молока и молока в любимая чаша. От Янты, от нашего генерального партнера Янта. Начинайте готовить, а я... Для этого нам понадобится лосось. Предварительно мы его обработали, филировали, убрали лишнюю влагу. Сейчас мы с вами наедем стейки и замаринуем рыбу. Мы будем салфы параллельно готовить тыквенное пюре. Для этого нам понадобится пюрированная тыква. Она уже предварительно была сварена, пролита блендером. Нам понадобится сотейник, печка для того, чтобы все это дело завести в однородную массу. Ну и пока вот ребята готовят, у меня вот такой вот вопрос. Как часто бываете на кухне или предпочитаете кушать где-то в других заведениях? Я лично люблю готовить дома. Не очень часто делаю, честно, лень. И устаем после ерунда. Но мне нравится быть на кухне, что-нибудь приготовить, обрадовать кого-нибудь дома. С какими-нибудь блюдами? Блинами я люблю блины готовить. А вот мясное что-нибудь? Рыба? Или рыба это не мясо? Ну если только где-нибудь летом на даче, на мангале пробовал делать, дома не делал. Сам рыбачишь? Нет, я нет, не пробовал. Александр, схожий же вопрос. На кухне каждый день бываю. Чайник же надо включать, чай пить. Не, ну а кроме чайника, что еще? Ну, завтрак только готовлю. Если обед, ужин, то это уже жена готовит. В основном времени не хватает. Тренировки приходишь уже. Ну а так, что пельмени, доширак? На завтрак? Ну, вообще. У меня омлет. Омлет. Ну, яичница, омлет, да. Ребята, расскажите, как вообще вы попали в спорт и в хоккей? Пять лет родители привели меня на тренировку посмотреть. У меня двоюродный брат катался, уже начал заниматься хоккеем. И я посмотрел, мне понравилось, и мне купили форму на следующий день, и я уже пошел на лед в зал. То есть это такая семейная традиция, да? Брат не остался в хоккее, так сказать. Он нашел себя в другом деле, а я так продолжаю. В семь лет пришел, пошел в первый класс, и сразу же после первого сентября пошел в хоккей. Также у меня занимался старший брат, у которого был пример, у меня было на кого равняться. И все, и пошел в хоккей, и по сей день там нахожусь. Но вы же уже не первый сезон, да, в «Адмирале»? Я первый. А, ты первый. Да. А Юра? Я второй. Второй, да, потому что Юра, я еще помню со времен земли леопарда, когда открывали вы тропу. Да, был я. Семиверстку. Я вспомнил, как это называется. Рыба у нас подмариновалась, получается, соль, оливковое масло. И мы с Юрой начинаем ее выкладывать на гриль. Работаем мы на той поверхности, которая максимально нагрета. Температура должна быть где-то градусов на 280, на 300. Берут по ладошку, проверим, нормально нагрелось. Горячая, да? Достаточно. Пристоялась. Смотри, мы выкладываем стейки. Саша, пока не выкладывает стейки, вот если бы не хоккей, то где бы ты себя видел? Кем бы ты хотел бы стать? Ну, как ни странно, я думаю, как смешно бы это сейчас не звучало, но в детстве мне задавали тоже вопросы. Я отвечал либо водитель, ну, машинист, либо водитель фуры дальнобойщики. А что, это какая-то тяга к машинам, к автомобилям? Люблю как-то. Не сказать, что прям увлекаюсь сильно, но просто сама именно вот это времяпрепровождение, вот именно с техникой, вот это, как-то мне это нравится. Так, в свободное время от тренировок чем занимаешься? Не гоняешь? В отпуске. Ну, и в отпуске, и вообще. Ну, что касается техники, есть баги, квадроцикл, есть машина, которая немножко преобразована для внедорожной езды. То, что вот это, как говорится, моя душа, ну, то, что я люблю это. Экстримчик. Да, покопаться в грязи. А вот, Юрак, тебе тоже этот же самый вопрос. Если бы ты не был хоккеистом, то кем бы ты себя видел? Бы. Кем бы ты стал? Ну, я не могу сказать, если честно. Достаточно рано пошел в хоккей, поэтому выбора особо не было. Не было времени задуматься в детстве, кем бы хотел стать. Даже не знаю, чем угодно. Талантливый человек, талантливый во всем, вы же знаете. И скромность, да? У тебя очень присутствует. А так вообще, какие увлечения, хобби? Вот у Александра автомобиль, а у тебя? У меня такой страсти нет. Я музыку больше люблю. Я учился на гитаре играть. Дома слушаю винил и пластинки. У меня такие вот развлечения. Более спокойные. Научился на гитаре играть? Минимальные навыки какие-то. Жаль, что у нас нет с собой гитары. Сейчас бы проверили. Слава богу. Была бы у нас музыкальная кухня. Вот, а что у нас там по стейку? Стейки у нас готовятся. Пире у нас практически готово. Не хватает нам основного ингредиента. Это молока. Я попрошу тебя помочь мне. Да, кстати, генеральный партнер проекта «8 вкусов» компания «Янта». Спасибо, Дмитрий. Мы добавим немножко молока. Давай, раздавим нашу пире. Рыба у нас готова. Юрий снимает рыбу у нас с гриля. В принципе, неплохо он ее пожарил. Достаточно профессионально для непрофессионального повара. Но я думаю, талантливые люди. Они талантливые во всем, да? Сейчас мы с Аней начнем наносить азиатскую базировку, да? Для этого нам нужно будет смазать стейк соусом азиатским и немножко его закрепить живым огнем. Но пока, ребята, красиво смазывают стейки, у меня вот такой вот вопрос. Как вообще настроение в команде? Есть ли конкуренция между вами? Без этого никуда, конечно. Разные ситуации бывают и на льду, и вне льда. И все равно надо оставаться всегда командой одной, одним коллективом живым. Но конкуренция, она везде и всегда. Лучший тренер – это конкуренция. Если есть с кем конкурировать, ты будешь прогрессировать. Основа идет соус терияки. В нем есть сахар, который коронизируется. Рыба у нас готова. Сейчас мы с Сашей и с Юрой будем заниматься выкладкой рыбы. Ребята оформят свои тарелки, да? Мы с вами выкладываем тыквенное пюре. Вы можете сами пофантазировать, как будет вам интересней. Как вы давайте пределы? Фантазия 18+. Это ваше блюдо, да? Цент за 12+. Ваша фантазия должна быть здесь использована. Выкладываем лосось, да? У нас есть тыквенное пюре. Блюдо у нас готово. Это, в принципе, ресторанная подача, которую мы можем использовать дома и угощать гостей для того, чтобы их удивлять. Александр, ваша очередь. И вот пока Александр будет красиво стараться все сделать, Саша, расскажи, хейтеры есть у тебя? Это кто? Ну, есть, смотри, поклонники. Да, фанаты. Да, я понял, кто у нас. А есть анти. Ну, конечно, ну как без этого? Вообще, как реагируешь на это? Если честно, раньше близко к сердцу воспринимал. Но потом понял, что это зачем? Это того не стоит, я так считаю. Сколько у людей, столько мнений. А вообще, что обычно пишут там? Неправильно пасанул? Да, разное, разное пишут. Бывает, пишут заслуженно, на самом деле. Где-то я с чем-то согласен, там бывают ситуации. Бывает, что по пустякам просто пишут то, что аж читать противно. И у меня как-то так. А вот, Юра, а у тебя как дела с фанатами, с хейтерами? Ну, так же, как и Саша, стараюсь не обращать внимания на негативные отзывы, естественно. Но прислушаемся к критике. Мы тоже все понимаем свои ошибки, допустим. Ну, а фанаты как? Лучше услышать от партнера по команде, чем от другого человека, который гадости пишет. Бывает, что насколько ты удивляешься в людях, что вообще такое возможно. А вообще, вот бывали ли какие-нибудь там забавные ситуации с фанатками? Может быть, они вам там отправляли в Директ какие-нибудь интересные части своего тела? Ну, может быть, пальцы? У меня была ситуация, что мне подошли и попросили расписаться на паспорте. На паспорте? Да. А ты расписался? Да. Ну, на корочке. Не на самом паспорте. Самое главное, в следующий раз, когда эти документы будут послать, ты смотри, что ты подписываешь. Это так раз, и потом будешь где-нибудь, с кем-нибудь или от кого-нибудь убегать. А у тебя, Юра, бывали такие ситуации? У нас бывают авторов сессии, там мы общаемся с болельщиками, расписываемся тоже. Ну, не в паспортах, конечно, не было у меня таких случаев. Все такие скромненькие, да, как бы, фанаточки, которые... Ну, да, там на футболках там. Блюдо у нас уже готово. Мы имеем конечный результат. У нас получилось замечательное блюдо. Я думаю, по вкусу они тоже отличные. А с выкладкой ребята немножко перестарались, я думаю, но... Когда ты что-то пробуешь, у тебя что-то не получается, значит, ты пробуешь еще раз, и ты развиваешься с помощью этого. Я думаю, в спорте это то же самое, да? Метод проб и ошибок, да, получается? Каждое движение это разведение. Спасибо, ребята, вам, что мы с вами готовили сегодня. Мы сейчас будем это все кушать, пробовать, да. Поэтому, я так понимаю, это Антон твое, да, твариально. Это Саша. Саша. И то Юрия. И то Юрия. Я Антон и... А вкусовые качества везде одинаковые. Да, вкусные, Дима. Дима, ты тоже попробуешь, и ребята попробуешь. Конечно, обязательно. Дима очень любит пробовать еду. Не зря он ведет этот прекрасный телепроект «ЕДОМ-2». В общем, вкусов. И наш генеральный партнер, мой любимый майонез детства, Янта. Мы приступаем к дегустации. Давай, Антон, попробуй. Я думал, мое. Почему вы не хотите пробовать свое? Я свое буду. Ну, нет, ну она как подача. Вот Юра не побоялся. Как говорится, что приготовил, кто и попробовал. Ты свое будешь? А мое буду? Я твое буду. Давай, мое. А Антон тогда твое будет? Ну, тогда давайте я накормили, выпросил, как говорится. Овелочку мне, пожалуйста. Ммм. Это как будто не тыквенная каша, а манка. Кто готовил рыбу? Кто готовил? Какое пюре вкусное? Теперь понятно, откуда такая рыба получается вкусная из-за кого соуса. Очень вкусно. Просто нежнейшее мясо и нежнейшее пюре. Вот мы попробовали. Я предлагаю вам обратиться к нашим телезрителям и пожелать им чего-нибудь интересного от хоккеистов. Всем приятного аппетита, кто смотрел эту передачу. Я думаю, получилось супер. Я впервые на таком мероприятии. Большое спасибо. Мастеру своему делу. Ну, и нашим болельщикам, я думаю, самое главное – это терпение, вера в нас. Мы сделаем все, что от нас зависит и в силах. Да, Юрий? Красиво сказал. Сказал, как боженько. Но мне остается только пожелать побед ребятам. Успехов к нам. Вы смотрели «Восемь вкусов» на восьмом канале. Увидимся. Генеральный партнер выпуска – компания «Янта». А скажите, папа, мама, почему берем всегда мы только «Янту» в магазине? «Янты» – полные корзины. Все российское, родное, где мы выросли с тобою. Здесь соседи наших труд, тех, кто рядышком живут. «Янта» – есть вкусно. Это мы выдержим, Вова, с тобой на мотопах. Раз, два, три, четыре, пять. Снимай, снимай, как идёт. Это уже всё вне эфира, это для анонса. Потом, когда титры будут, как это было, да? Хлопушка на стол. Будет идущ. Я не знаю, распределяйте, пробуйте. Да, ребята, пробуем. Мы приступаем к дегустации. Только вот это пробуем. Пробуем? Любое. Есть ли? Любое. Всё, увидимся. Как Киркоров, что ли? Ладно, сейчас камеры уже что-то расскажут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова